Добрый день, дорогие студенты! Сегодня мы начинаем с вами изучение курса русский язык и культуры речи. И тема нашей первой сегодняшней лекции – общение между людьми и культура речи. Те вопросы, которые мы рассмотрим с вами на слайде, обратите на это внимание. Первый вопрос – общение как социальное явление, речевая деятельность и структура акта коммуникации. Второй вопрос – язык как особая знаковая система и важнейшие средства коммуникации. И третий вопрос – понятие культуры речи, его нормативные, этические и коммуникативные аспекты. Все вы знаете, что общение является для человека жизненно необходимым. Это одна из главнейших его социальных потребностей. Данный тезис является довольно избитым, шаблонным. Это трюизм. Но давайте попробуем привести такие примеры, которые будут максимально убедительны. Посудите сами. Сколько вы сможете продержаться без общения, без того, чтобы поговорить с человеком по телефону, отправить ему смс-сообщение, обратиться к интернету? По данным психологов, которые проводили эксперименты с детьми и подростками, этот промежуток максимум составляет неделю. И минимальный интервал – это всего лишь два часа. Таким образом, конечно, без общения человек не может полноценно существовать. Он должен делиться своими мыслями, чувствами, переживаниями, стремиться к тому, чтобы найти в людях понимание. Без общения, подчеркнем, невозможно также и формирование полноценной личности человека, ее воспитание, образование и развитие интеллекта. Ни в одном из случаев Маугли, детей, условно говоря, воспитанных животными, не состоялась адаптация к человеческому мире. Дети погибали, потому что их мозг, не будучи способным воспринимать речь, не мог функционировать полноценно. Приведу еще один пример. Дети, которые брошены своими родителями, испытывают огромный дефицит общения. И, конечно, сотрудники больниц, роддомов, детских домов не в состоянии отдать им столько тепла, сколько необходимо человеческому существу. Не имея возможности удовлетворить свои базовые потребности, дети домов-приютов к 3-4 месяцам становятся почти безучастными, бесчувственными. Психологи называют этот симптом «бревнышко». Будьте, пожалуйста, ответственными по отношению к другим людям, к своим и к чужим детям. Ведь сознание человека формируется под воздействием и в тесной связи с речью, и общение совершенно необходимо для полноценного созревания личности. Оно помогает нам взаимодействовать и тем самым способствует успешному функционированию целого социума. Что же такое общение? Как вы могли бы определить это понятие? Давайте запишем одно из наиболее распространенных лингвистических определений. Общение – это сложный процесс взаимодействия между людьми, целью которого является установление контактов в процессе совместной деятельности. В данном определении общение определяется как процесс взаимодействия. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть такой процесс может осуществляться с помощью самых разнообразных средств. Например, жестов, мимики, первичные средства человеческой коммуникации, или более сложные – музыкальные звуки, символы математики, логики, азбука Морзе, правила дорожного движения, образы художественных систем, средства искусства, архитектуры и так далее. Однако наиболее эффективным является именно речевое общение, то есть процесс взаимодействия между людьми, которые осуществляются с помощью естественного человеческого языка. Простые эксперименты это подтверждают. Ну, попробуйте, например, взять взаймы денег и поклянитесь, что отдадите их непременно. Или же признаться в любви, пригласить девушку в кино. Конечно, знаки жестов, мимики, телодвижений могут частично передать заданные смыслы, но, конечно, содержание будет не таким полным, как если бы вы прибегли к средствам языка. На слайде есть примеры сопоставления языковых средств, фраз и зрительных образов, которые в той или иной степени передают намеченные во фразах смыслы. Конечно, фразы, сказанные «я люблю тебя», с определенной интонацией, с определенным выражением глаз и движением души. Не то же самое, что привычный нам символ сердца. И о черном квадрате Малевича, конечно, можно рассуждать только лишь вербально выражая эти самые сложные смыслы, которые мы приписываем, глядя на этот символ, символ квадрата. Всем известно, что язык – это мощное орудие. Подумайте, пожалуйста, каких целей можно достичь благодаря дару речи. Пожалуй, многих и максимально экспрессивно, образно сказал об этом Сухомлинский. Слово – тончайшее прикосновение к сердцу. Оно может стать и нежным, благоуханным цветком, и живой водой, возвращающей веру в добро, и острым ножом, и раскаленным железом, и комьями грязи. Словом можно убить, и оживить, ранить, и излечить, сотворить улыбку, и вызвать слюзы, породить веру в человека, и заранить недоверие, вдохновить на труд, и привести в оцепенение силы души. Магию человеческого слова вы, конечно, ощущали непосредственно в процессе собственной жизнедеятельности. Каждому известно, что слово можно действительно вдохновить, и практически убить человека, лишить его жизненной силы. Давайте попробуем определить следующий термин – речевая деятельность. Что же он представляет собой, в отличие от понятия общения? Речевая деятельность или коммуникация – это специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовых действий. Это также установление и поддержание целенаправленного контакта между людьми при помощи языка. И, наконец, это акты говорения и понимания в процессе общения людей. Таким образом, речевая деятельность определяется как такое общение или форма взаимодействия, которое осуществляется при помощи языка, в отличие от термина «общение» более широкого по своему содержанию. Речевая деятельность в различных своих аспектах изучается многими дисциплинами, в частности, гуманитарного цикла. Например, «Артал-Дубгий» – наукой о культуре речи, ее мы с вами осваиваем сейчас, коммуникативной лингвистикой или коммуникативистикой, речеведением, функциональной лингвистикой, психо-социолингвистикой, теорией межкультурной коммуникации. И многими другими – достаточно активно. Поэтому многое о речевой деятельности уже известно. О том, что лучше применять в процессе речевого взаимодействия с другими людьми, что приносит те или иные коммуникативные результаты и помогает нам достигать поставленных задач. Речевая деятельность людей осуществляется в определенной коммуникативной ситуации, то есть в ситуации общения. И наука изучает разные типы таких ситуаций. Состоит из речевых актов, актов коммуникации. Давайте запишем определение речевого акта. Это маленькое звено. Таких звеньев может быть множество в процессе одного общения, элемента общения. Речевой акт – это элементарная единица речевого общения. Это целенаправленные речевые действия, совершаемые в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе. Поскольку ситуации общения являются довольно типичными, возможно и их изучение, то есть выявление общих закономерностей и составление определенных рекомендаций по улучшению, гармонизации общения. На этом в частности строится коммуникативно-тренинговая деятельность. Тренинги проводятся и в нашем педагогическом университете. Если вы хотите повысить свое речевое мастерство, улучшить какие-то коммуникативные навыки, добро пожаловать. Далее подчеркнем, что основы теории речевых актов были заложены английским философом еще в 1955 году. Это Джон Остин. По Остину выполнить речевой акт значит, во-первых, произнести членораздельные звуки, принадлежащие общепонятному языковому коду, то есть звуки конкретного, в частности, русского языка. Во-вторых, это означает построить высказывание из слов данного языка по правилам его грамматики, то есть звуки должны быть грамматически организованными. В-третьих, это задача снабжения высказывания смыслом и референцией, то есть соотнесенности с действительностью и осуществлением речения. Четвертая задача, это придание речению целенаправленности, превращающие ее в локутивный факт, в акт. И последнее, что необходимо сделать, вызвать искомые последствия, то есть воздействовать на сознание и поведение адресата, создать определенную новую ситуацию. Ну вот, такая структура речевого акта и его задачи свидетельствуют о том, что человек должен не только уметь произносить фразы, наделяя их определенным смыслом и грамматической структурой, он должен делать это максимально эффективно, выражая при этом свои определенные намерения и стремясь максимально успешно воздействовать на своего собеседника, дабы перестроить его сознание, поведение и так далее. Речевой акт, как мы понимаем, из того, что было сказано Остином, имеет довольно сложную структуру. В частности, в речевой акт включаются такие элементы, как участники общения. Конечно, речевой акт невозможен без говорящего и слушающего. По-другому их называют адресантом и адресатом, или отправителем речи, получателем речи, рецепиентом. Можно подчеркнуть, что участники общения, конечно, обладают различным фондом речевых навыков, знания языка и мире, они являются носителями разных социальных ролей. Многие из этих ролей и сам принцип игры был описан в социальной игре, был описан психологом Эриком Бёрном в книге «Игры, с которой играют люди». В общении люди ставят перед собой разные цели и имеют те или иные намерения, которые они стремятся реализовать в речи. Нашими собеседниками могут быть люди с самыми разными установками, мотивами, с различным социальным положением, характером, возрастом, мировоззрением, настроением и так далее. Все эти факторы, конечно, необходимо учитывать, чтобы не получилось разговор слепого с глухим, или глухого с нимом, если мы действительно стремимся к взаимодействию. Второй элемент речевого акта – это условия общения, то есть время и место, ситуация, сфера общения. Конечно, одно дело раннее утро, и другое – глубокая ночь. Пресс-конференция или разговор на кухне. В различных условиях общения мы по-разному выстраиваем и свою речь, и используем различные стратегии достижения своих целей. Третий элемент речевого акта – это фрагмент действительности, с которым соотнесено содержание высказывания. Данный фрагмент отслеживается и самим говорящим, и, конечно же, слушающим. Такое отслеживание, мониторинг необходим для того, чтобы мы могли понять, насколько правдоподобной является речь говорящего, а не лжок-любом. Четвертый элемент – это сама речь, то есть устный или письменный текст, сообщение на определенную тему, в определенной форме, часто в определенном стиле, если это литературная речь, с заданной стратегией и с определенной системой аргументации. Это, конечно, текст в норме. Реально-речевая практика может быть далека от этой структуры, мы говорим о нормативных текстах. И пятый элемент – это невербальные знаки, то есть неязыковое поведение говорящих, их жесты, мимика, пантомимы, телодвижения, положение тела в пространстве, так называемый «воза лэнгвич». Все это является важным, и некоторые ученые говорят о том, что словесный канал используется для передачи информации, невербальный же, то есть жестовый язык тела, для регулирования межличностных отношений. Конечно, дистанция регламентирует взаимоотношения между собеседниками. Личная дистанция не то же самое, что официальное расстояние до нашего собеседника. Однако и слово тоже способно управлять нашими взаимоотношениями. Например, регулятивную функцию выполняют такие простые элементы, всем известные элементы языка, как местоимение дружеское «ты» и официальное «вы». Или же сравните фразу «будьте любезны, передайте, пожалуйста, тетрадь». И аналогичная, синонимичная, но с другим коммуникативным эффектом. Ну-ка, дай сюда быстро, кому скажу. Таким образом, акт общения имеет довольно сложную структуру. Схематически эта структура отражена на слайде. Говорящий, слушающий, речь с ее необходимыми атрибутами и условиями общения. Необходимо подчеркнуть, что в норме речь всегда обращена к кому-либо. Она предназначена для кого-либо, для адресата, слушающего. И говорящий выстраивает свою речь, исходя из собственных целей, интересов, мотивов, знаний о мире и языке и о слушающем, а также с учетом самой ситуации общения. Таким образом, говорящему приходится учитывать ряд следующих факторов. Во-первых, это социальные факторы, а именно распределение социальных ролей, функций участников общения. Не одинаково строится коммуникация в ситуации начальник-подчиненный или преподаватель-студент, родители, дети и тому подобное. Необходимо также учитывать полувозрастные характеристики партнеров по общению. Коммуникацию со взрослыми мы строим не так, как с детьми, и с мужчинами не так, как с женщинами. Другая группа факторов – психологические параметры коммуникации. Во-первых, это, конечно, психологическое состояние слушающего. Он, может быть, не расположен в взаимодействии у знаний. Может быть, утомлен, погружен в собственные мысли, в депрессию. Или, напротив, вдохновлен, укрылен, счастлив. И, может быть, предмет речи будет от него очень далек. Необходимо учитывать его реакцию, намерение его в невербальное поведение. Конечно, это большое искусство считывать выражения глаз, мимику. Жесты, телодвижения, пантомию слушающего. Для того, чтобы заключать, интересна ли ему наша речь, не интересны ли мы ему как собеседники и так далее. Этому нужно учиться. И третья группа факторов – это языковые параметры коммуникации. Ну, в частности, нужно учитывать уровень языковых знаний слушающего. Одно дело – человек, владеющий всеми ресурсами литературного языка. И другое – человек, который говорит в пределах жаргона, или просторечия, или аргон. И еще один важный параметр речевого общения – это уместность использования языковых средств в той или иной ситуации речи. Подчеркнем, что эффективность общения зависит от того, насколько человек правильно представляет себе реальные условия акта речи и в соответствии с ними строит и, главное, корректирует свое речевое поведение. Речевая деятельность невозможна без языка. Но что представляет собой язык? Давайте подумаем. На слайде приведено одно из распространенных, общепризнанных в последнее время лингвистических его определений. Хотя, конечно, в школе вы могли язык определять и иначе, всего лишь как главное средство общения между людьми. Посмотрим, насколько язык сложен. Это социально обусловленная, исторически сложившаяся и вместе с тем цикономерно развивающаяся знаковая система, служащая главным средством общения между людьми и представленная в устной и или письменной форме реализации. Значимым в этом определении является практически каждый термин. Язык — это социально обусловленная система. Конечно, язык развивается, рождается, живет, развивается под воздействием социума. Это практическая система, которую человек создает для решения своих задач. Язык исторически складывается и развивается, закономерно развивается по определенным законам. Ну, конечно, язык — это не застывшая данность, и к изменению норм нужно тоже уметь относиться грамотно. Во-первых, изменение норм языка происходит под влиянием определенных неязыковых экстралингвистических и внутриязыковых, собственно, интралингвистических факторов. То есть это вполне контролируемый, обусловленный, мотивированный процесс. Ну, к примеру, на первый взгляд кажется хаотичным употребление таких слов с разным вариантом ударения, как каталог и каталог. Что является правильным в литературном языке? С точки зрения литературного языка, приемлемым является вариант с ударением на последнем слуге — каталог. А так ли уж хаотично и абсолютно необоснованно другая форма — каталог? Дело в том, что действительно язык — это закономерно развивающаяся знаковая система, и любой его жест, любой вариант, ну, в том числе вариант ударения, конечно же, детерминирован, определен. В данном случае нужно представить существующие в языке аналоги, которые позволяют говорящим употреблять эти единицы в данном способе. Подумайте, пожалуйста, в соответствии с какими аналогиями ставится ударение в этих словах. Каталог, потому что монолог, диалог, полилог, некролог и прочее. Единицы имеют ударение, они заимствованы из гречески, имеют одну и ту же марфинную структуру и один и тот же вариант ударения. Что же позволяет говорящим использовать эту неправильную разговорно адаптированную форму каталог? Дело в том, что в русском языке также есть модель, которая обусловливает данное употребление таким образом, ошибка вполне закономерна. Это аналог. Каталог, потому что аналог. Как же будет вкладываться развитие этого противоборства и какой из вариантов победит? К сожалению, прогностические силы лингвистической науки не так велики. И победа того или иного варианта закрепления в словаре определяется вкусом большинства говорящих. Следующее свойство языка, которое зафиксировано в данном определении, мы с вами уже обосновывали. Язык является главным средством общения между людьми. Очевидны его преимущества по сравнению с другими знаковыми системами. Язык является более универсальной, полной, точной системой по сравнению со всеми другими существующими и используемыми в общении между людьми. И последний параметр определения этого явления. Язык существует в устной и или письменной форме реализации. Союз и или являются союзом научной речи. И читать эту часть высказывания следует таким образом. Язык представлен в устной форме реализации. Действительно есть даже в современном мире бесписьменные языки. Язык может быть представлен только в письменной форме реализации. И такие языки тоже существуют. Это мертвые языки, которые зафиксированы на письме. Но большинство современных развитых языков, языков современной цивилизации, имеют две формы реализации. И устную, и письменную. То есть на них говорят, и пишут, создают памятники письменности, книги. Мы сказали, что язык это знаковая система. Довольно сложным является понятие знака. Вот какие знаки можно представить себе в структуре языка. В школе вы, наверное, называли их единицами языка. Тем не менее, и звуки, морфемы, и слова, словосочетания, предложения являются также знаками. Потому что со знаками эти единицы объединяют общие свойства, способность передавать какую-либо информацию. Итак, знак это любая чувственно воспринимаемая сущность, вещь, которая передает информацию о чем-либо. Ну, к примеру, дым свидетельствует об огне, повышение температуры тела, о болезни, либо о повышенном эмоционально возбужденном состоянии человека. Лай собаки скорее о присутствии чужого человека, ну и так далее. Все знаки передают какую-то информацию о сущности, отличной от него самого. Таковы и единицы языка. Давайте попробуем представить, какую информацию способны передавать морфемы, звуки, слова, словосочетания, предложения. В этой функции они, конечно, неравнозначны. Не все единицы языка способны передавать содержательную информацию. Данным свойством обладают, прежде всего, слова. То есть они передают содержательную, сложную информацию. Самую сложную информацию передают, конечно, предложения. Они выражают законченную мысль. Слова называют предметы, их признаки, действия. Вам представляется, наверное, частеречная структура языка. Это существительные, прилагательные, глаголы и так далее. Все они называют те или иные явления, признаки, действия и так далее. Более простую содержательную информацию способны выполнять морфемы. Имеются в виду не корневые морфемы, а приставки, суффиксы, окончания. Ну, в частности, они выражают своеобразовательные грамматические значения. То есть значение рода, числа падежа. По обсловию домик, например, суффикс ик. Выражают своеобразовательное значение, уменьшительное, ласкательное. И нулевая флексия выражает значение именительного падежа, единственного числа и мужского рода. Однако в языке есть единицы, которые, не будучи семантическими, то есть не имея лексического значения или даже грамматического значения, тем не менее способны передавать структурную информацию. Ну, в частности, о структуре слова или о границах между словами. Например, такую функцию выполняют звуки в словах «ел» и «ель», «мол» и «мёл». Или, скажем, фонемы ударения в словах «царь», «александр». Мы делаем ударения на тех звуках, которые принято выделять, да, динамически выделять для того, чтобы передавать привычный для русскоговорящих смысл. Интерфиксы, то есть те элементы, которые соединяют части сложного слова, корни, сигнализируют нам о самом сложном слове или слуобразовательной структуре. Например, гласные «е» и «о», которые никаких значений не имеют, но выполняют слуобразовательную функцию, то есть передают структурную информацию в словах, например, «водовоз», «вездеход» и тому подобное. Следует подчеркнуть, что в процессе исторического развития язык постепенно вырабатывает такую структуру, которая в большей степени удовлетворяет различным потребностям говорящих. Всё ненужное в нём уходит, и всё необходимое, самое существенное, остаётся. Но что же представляет собой структура языка? К сожалению, этот вопрос не является однозначно решённым, и в различных учебниках по русскому языку и культуре речи вы можете увидеть множество моделей представлений о структуре языка. Объясняется это тем, что язык не дан нам непосредственно, мы не можем, как учёные, наблюдать его воочию. Как, в каком виде представлен словарь в сознании человека, лингвистика не знает. Конечно, есть определённые сведения из полученной медицины, биологии, психофизиологии, нейролингвистики. Тем не менее, пока на сегодняшний день ещё неизвестно, как именно структурирован язык в сознании человека. Мы имеем дело лишь с гипотезами. Представим одну из традиционных моделей языка. Она является наиболее простой и подходящей для рассмотрения тех явлений, которые предполагает программа по русскому языку и культуре речи. Данная модель, конечно, не является вполне адекватной. Есть более адекватные и сложные модели языка. Тем не менее, вот на данном этапе нам её будет достаточно. Традиционные модели языка включают либо 4, либо 5 уровней, как, например, данная схема. И обратите внимание на то, что отчёт в данном случае начинается с нулевого уровня, что совершенно не случайно. Подумайте, пожалуйста, чем фонетический уровень отличается от более сложных уровней языка. К чему он считается нулевым? Фонетический уровень включает такие конкретные единицы, как звуки. Мы их произносим и слышим. И абстрактные единицы, которые соотносятся со звуками фонемы. Это принадлежность нашего сознания. С опорой на фонемы, то есть образы, звукотипа или звукотипа А, звукотипа Р, звукотипа О и других, правильность звучащей речи. И таким образом можем идентифицировать смыслы. Фонетический уровень здесь представлен как нулевой, именно в силу того, что звуки, мы говорили уже с вами об этом, не способны выражать значения. Они выполняют лишь смысл различительную функцию. Конечно, есть звукосемантические теории, в соответствии с которыми звуки могут выражать фоносемантические значимости. То есть им приписываются некие оттенки содержания как то А, большой, широкий, И, маленький, узкий, Р, красный, яркий, громкий и другие. Но они в большей степени являются субъективными, либо вполне объективными, но реализующимися лишь в поэтической сфере языка. Второй уровень более сложный. Он включает единицы, которые структурируются более простыми. Морфы и морфемы, которые состоят из звуков и фонем, соответственно, это уровень морфемный. Морфы и морфемы соотносятся точно так же, как звуки и фонемы. То есть морфы это конкретные единицы языка, и морфемы абстрактные представления о конкретных морфах. Ну, в частности, морфами по отношению к морфемам могут выступать такие единицы, как О и О, БО. О, ГОВОРИТЬ, ОБОЙТИ, ВО, ИГО, ВХОДИТЬ, ВОЙТИ, ДРУГ, ДРУЖОК и другие. В этих случаях мы видим либо исторически закономерные чередования, либо фонетически обусловленные чередования, которые заставляют мозг человека формировать единые представления о той морфеме, которая выступает в качестве нормативного варианта для идентификации слова в речи. Мы понимаем, что друг и дружок это родственные слова, и учитываем лишь исторически мотивированные чередования, которые никак на смысловой структуре флогмы не отражаются. Третий уровень лексический. Мы видим возрастающую сложность при рассмотрении этих уровней. Данный уровень включает также конкретные единицы словоформы и абстрактные единицы лексима. В данном случае можно привести известные вам примеры морфологических парадигм. К примеру, лексима «дом» может быть представлена в речи своими разными вариантами, то есть конкретными вариантами, то есть словоформами «дома», «одоме», «домом», «домами», «дома» и прочими единицами. Все они связаны единством лексического значения и структурируют вот этот обобщенный образ лексима «дом», зафиксированный в нашем сознании. Четвертый уровень синтаксический. Он структурирован такими единицами, конкретными, как словосочетание и предложение. При этом мы знаем, что словосочетания могут быть свободными, свободно конструированными и устойчивыми, то есть фразеологизмами. Данные конкретные единицы соотносятся с абстрактными моделями и схемами. Можно привести следующие примеры. В сознании человека, владеющего русским языком, конечно, существует модель существительная плюс прилагательная. По этой модели строится множество конкретных словосочетаний. К примеру, красное яблоко, большое дерево, красивая девочка и другие. Либо же модели предложения. Ну вот по какой модели строится предложение «мальчик читает книгу» или «рабочий строит дом». Мы можем себе, конечно, представить и грамматическую структуру этой модели, конкретное насыщение в виде четверечного состава. Мальчик существительное читает глагол, книгу существительное, который выражает значение объекта. И логико-предикативную структуру. Мальчик — это субъект действия, читает само действие или предикат, и объектом выступает Алексей Мадон, объект действия, книгу. Мальчик читает книгу. Соответственно, рабочий строит дом. Дом является объектом мысли и речи. И последний уровень текстовый. В данной схеме он является четвертым. Отделен чертой от других уровней языка не случайно. Дело в том, что где-то до 70-х, 80-х годов, до того момента, когда начала активно изучаться речь, в том числе разговорная речь, торжествовало представление о том, что текстовый — это также уровень языка. То есть тексты — это языковые единицы. Однако у текстов есть принципиальные отличия от всех других единиц, которые заставляют считать тексты единицами речи. Ну, в частности, подумайте, пожалуйста, часто ли мы создаём звуки в своей речи, морфеи мы придумываем, ли. Есть люди, конечно, которые эпизодически создают новые слова. Ну, в большей степени речевое творчество каждого человека практически касается свободных словосочетаний, предложений. Однако, как мы уже убедились с вами, в основе этих единиц тоже лежат модели языка. Таковы ли тексты? То есть воспроизводятся ли они в готовом виде точно так же, как остальные единицы языка? Этим свойством они не обладают, и тексты каждый раз мы конструируем заново, исходя из собственных целей и задач, даже если в них реализуются какие-то типовые шаблонные модели предложений. Таким образом, тексты — это речевые единицы. Данная схема демонстрирует нам отличие языка от речи. О котором мы несколько позже также скажем. Даже вот эта простая традиционная модель демонстрирует нам сложность языка. Конечно, она может включать и другие единицы языка, выделяемые, например, в частности, в иерархической структуре, стратумной, очень сложной структуре Лето Михайловича Васильева. И те отношения, которые существуют между единицами языка, исчисляются десятками. То есть язык устроен довольно сложно, но вместе с тем он устроен и просто, поскольку каждый из нас без особого труда им пользуется с самого раннего детства. А что же позволяет языку удерживаться в таком вот в бойготовном состоянии? Ну, один из факторов такого положения вещей — это ассоциативное устройство языка. Все слова языка так или иначе ассоциативно связаны друг с другом по форме, по значению или по функции. Вы, наверное, смотрели фильм «Ёлка», одной из идей которого является взаимосвязь между людьми, ну, буквально пятью-шестью шагами. Точно такое же правило шести шагов существует и определяет и целостность языка. Это так называемое правило шести шагов Юрия Николаевича Королова. Пока еще не удалось никому из ученых опровергнуть это правило. Действительно, одно любое слово оказывается с любым другим связанным не более чем шестью шагами. Вы можете поэкспериментировать в этом плане. Языковая система, как бы она ни интерпретировалась учеными, лежит в основе речевой деятельности человека, то есть в основе говорения и понимания. Таким образом, язык и речь – это не совсем одно и то же. Обратим внимание на те определения, которые даны на слайде. Если язык – это система потенциальных знаков, которые могут быть использованы в речи, это огромное количество звуков, морфеев, слов, словосочетаний, предложений, к примеру, одних только слов в русском языке, насчитывается по самым скромным подсчетам более 500 тысяч. Известный вам словарь Ожегову включает, довольно популярный толковый словарь, включает всего лишь 80 тысяч, все ли единицы нам известны. Тем не менее, в речи, конечно, все это многообразие не реализуется в одночасье. Таким образом, речь – это конкретная реализация, материальное воплощение, устное или письменное знаков языка, подчиненное целям и задачам нашего общения. Вместе с тем, конечно, речь может быть представлена как более широкая система по сравнению с языком. Расширяется она за счет акказиональных единиц тех неологизмов, акказионализмов, которые говорящие придумывают для выражения собственных, ну, необходимых им смыслов. Особенно в детской речи очень много неологизмов. И также расширяется она за счет ошибочных употреблений. Вот для правильного представления о языке как исторически складывающейся и закономерно развивающейся системе необходимо представление о том, как формируется норма в языке. И важно понимать для вырабатывания более адекватной позиции по просвещению, по кодификации, по отношению вообще к норме языка и к неправильному употреблению. То, что на самом деле язык формируется, развивается, усложняется или обращается, но точно развивается, изменяется за счет инноваций, за счет ошибочных употреблений. Какой из вариантов победит каталог или каталог? Это еще неизвестно. Договор или договор. Не исключено, что в словарях в будущем мы вынуждены будем закрепить, зафиксировать именно неправильные варианты. Ошибочные словоупотребления также служат для развития языковой системы. Язык функционирует по определенной схеме. И поскольку существует общество, которое нуждается в коммуникации и в использовании языка, эта схема является незамкнутой. Первичным звеном выступает речевая деятельность, то есть процессы говорения и понимания. Но нужно сказать, конечно, что эта схема отражает современное положение вещей и нисколько не претендует на отражение древних состояний языка, поскольку решение вопроса о языке и речи сродни решению вопроса о яйце и курице. Так вот, первичным звеном в этой схеме выступает речевая деятельность, в результате которой говорящими создаются тексты. мы их анализируем, обобщаем, рефлексируем над ними и создаем какое-то представление о структуре языка. Текст также, как речевое явление, может влиять на язык, обусловливать его развитие, то есть дополнять, развивать язык. Используя этот язык в речевой деятельности, мы опять же создаем определенные тексты и так далее. Цепь здесь не замкнута. Главное предназначение языка, как мы с вами уже неоднократно подчеркивали, быть средством общения между людьми, орудием коммуникации. Таким образом, важнейшая его функция – коммуникативная. Но об этой и других функциях мы еще будем говорить подробно при рассмотрении материала следующей лекции. Подумайте, пожалуйста, что же определяет успешность использования языка? Что необходимо нам для успешного общения? Достаточно ли сведений, которые были приведены, например, понимание того, что язык – это главное средство общения, или нет? Конечно, успешность коммуникации определяется многими факторами – и знанием языка, и умением мобилизоваться, осознать свои цели и задачи и так далее. То есть общей культурой мышления, культурой речи человека. Чтобы произнести действенную речь, мало знать, что мы хотим сказать. Нужно еще знать, как следует говорить, как оформить свои мысли и чувства в приемлемую форму. Необходимо владеть различными вариантами языка, его стилями, учитывать факторы, влияющие на общение людей. И, наконец, необходимо владеть техникой говорения, то есть техникой произнесения звуков и интонирования речи. Все это и составляет понятие культуры речи, к которому мы с вами подошли вплотную. Давайте определим вслед за учеными это понятие. Оно является довольно сложным, потому что включает в себя как минимум два аспекта. Во-первых, культура речи – это владение нормами устного и письменного литературного языка, то есть правилами произношения, ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики. Культура речи подразумевает элементарную грамотность, а также это умение использовать выразительные средства языка в различных ситуациях общения в соответствии с целями и содержанием речи. Таким образом, в первом своем значении понятие культуры речи подразумевает две ступени овладения литературным языком. Во-первых, правильность речи, то есть соблюдение говорящими литературных норм, имеет смысл привести данные по числу носителей литературного языка, а это примерно 19% современных русскоговорящих людей, не так уж и много. И во-вторых, это речевое мастерство, то есть умение выбирать из существующих вариантов наиболее точное в смысловом отношении, наиболее уместное и выразительное. И второе значение этого термина состоит в том, что под культурой речи подразумевается раздел языкознания и следующая проблема нормализации с целью совершенствования языка как орудия культуры. И в этом своем понимании данный термин синонимизируется с названием науки о культуре речи, ортология, ортос, правильный, логос, наука, наука о правильной речи. Ну вот, подчеркивая важность не только правильности речи, но и ее выразительности, умение эффективно достигать поставленных коммуникативных задач, можно привести следующие примеры. Конечно, можно просто сказать, я отправился в поездку, да, но можно в то же время выбрать другие более живописные, выразительные средства в путешествии, круиз или вояж. Можно человеку сделать комплимент, просто сказав, что он красавец, да, и в то же время, несколько иначе, можно актуализировать нюансы эмоциональных, оценочных смыслов, используя синонимический ряд, который вы видите на слайде. Синонимов последнему слову в лицо, да, великое множество. Вы можете дополнить эти ряды, и важно подчеркнуть, что использование их в речи, конечно, делает ее гораздо более разнообразной и жизнеспособной. И каждый народ выбирает свои шаблоны, свои элементы, средства, которые позволяют им выражать их менталитет, их настроение и свои собственные потребности. Говоря о культуре речи, следует подчеркнуть, что в зависимости от уровня образованности различаться могут и некоторые типы речевой культуры. Обратим внимание на следующий слайд. Ну, самый желаемый, да, и, кстати говоря, достижимый к этому следует стремиться, первый тип речевой культуры, представленный на слайде, полнофункциональный. Он характерен для людей с высшим образованием, с высоким уровнем общей культуры и подразумевает владение всеми функциональными стилями литературного языка. То есть люди, которые обладают высшим образованием, как правило, умеют осуществлять коммуникацию и в научной сфере взаимодействия с другими людьми, и в деловой, и в административно-правовой, и в общественно-политической, ну, не говоря о том, что они довольно успешно владеют и разговорно-обиходным стилем, которому не надо учиться. Неполнофункциональный стиль или тип речевой культуры подразумевает владение не всеми стилями литературного языка. Эти люди осваивают обычно только профессионально значимый вариант языка и, естественно, разговорный. Ну, данный тип речевой культуры характерен для людей с высшим образованием, которые, однако, используют не все богатство языка. Следующий тип речевой культуры среднелитературный. Он характеризует речь людей со средним образованием, которые допускают ошибки из-за недостаточного владения языком или, возможно, сознательного игнорирования правил. Мол, я не претендую на право правильного говорения, я не носитель литературного языка. Некоторые занимают такую довольно агрессивную позицию и сознательно пренебрегают нормами языка, что, конечно, обедняет их коммуникацию. Следующий тип литературно-жаргонизирующий. Он присущ людям, которые стремятся к намеренному снижению речи и предпочитают жаргонные, просторечные и бранные средства общения. В сниженных жаргонных, просторечных единицах языка, конечно, есть своя экспрессия. Во всяком случае, они в большей степени способствуют эмоциональному выплеску. Тем не менее, люди, которые употребляют исключительно эти средства, также оказываются неспособными к осуществлению коммуникации в более строгих сферах общения, предполагающих и применение литературных средств языка, позволяющих выразить более сложные мысли, осуществлять профессиональную коммуникацию. Обиходный тип не предполагает сознательного отношения к своей речи, выбора нужной формы, нужного стиля. И в этом случае говорящий использует только лишь разговорный язык. Существуют также некоторые типы речевой культуры, которые находятся за пределами литературного языка. В частности, это просторечные, соответственно, говорящие используют здесь исключительно просторечие, арготические, соответственно, люди используют арго, либо тюремный арго, либо арго деклассированных элементов, и народно-речевые, диалектные типы. Ну, последний тип речевой культуры характеризует речь жителей определенных, чаще всего, изолированных территорий. Все эти варианты, которые находятся за пределами литературной речи, представлены лишь вкусной формой общения. Подчеркнем, что культура речи — это, конечно, важная социальная характеристика человека. По уровню культуры речи нас идентифицируют в обществе. Это, можно сказать, паспорт личности. По тому, как человек говорит, как он держится, как он осуществляет коммуникацию, делает выводы о его характере, о его сущности, о его возможностях, в том числе и в профессиональном росте. Поэтому нужно, конечно, ответственно подходить к тому, что ты демонстрируешь в своей речи. И важно понимать, что культура речи, конечно, соотносится и с общей культурой мышления человека, и с культурой сознания, поведения. И все эти свойства во многом определяются образованием, воспитанием человека. То есть это дело наживное, и к улучшению речевых умений, к формированию коммуникативных умений следует стремиться. Давайте также рассмотрим понятия культуры речевого поведения, которые выступают более общим по отношению к явлению культуры речи. Перечислим составные элементы культуры речевого поведения. Что выступает нашей визитной карточкой в обществе, по каким параметрам наши личности судят о нас. Культура речевого поведения подразумевает, во-первых, конечно же, культуру речи, то есть отбор и употребление закоровых средств, соответствующих той или иной ситуации общения. Второй элемент – это культура мышления, то есть способность находить адекватные средства для выражения мыслей, элементарная логика. «Краснополе пшеном, а беседу умом», говорят в народе, именно с качествами ума связано, прежде всего, умение говорить. Тот, кто ясно думает, тот ясно и излагает собственные мысли. Третий необходим элемент культуры речевого поведения – это культура соматической или телесной коммуникации, то есть вся совокупность тех жестов, мимики, пантомима, тех средств, которые мы используем также в коммуникации и демонстрируем своим телом. Так называемый «body language». И, ну, известно, конечно, что глаза и руки – это зеркало души человека, и довольно большой объем информации передается именно с помощью соматической и телесной коммуникации наших невербальных проявлений. Поэтому всегда нужно помнить, что нас не только слышат, но и видят, и наши жесты отслеживаются, каким-то образом интерпретируются нашими собеседниками. И последний элемент культуры речевого поведения – это культура речевого этикета. То есть система общепринятых языковых форм, которая способствует установлению и поддержанию коммуникации в избранной тональности, с учетом социальной роли собеседника и ситуации общения. О речевом этикете вы, скорее всего, знаете довольно много, однако я рекомендую вам дополнительно почитать о культуре делового этикета, о тех словесных речевых формулах, которые традиционно избраны для осуществления общения между людьми в профессиональной сфере и позволяют делать это максимально качественно и успешно. Подумайте, пожалуйста, какой из компонентов культуры речевого поведения, о которых мы сказали, является наиболее важным, существенным. Скорее всего, вы скажете, что все они взаимосвязаны и должны, конечно, существовать неразрывно, быть представленными в одной личности. Это верно. Однако язык и речи человека являются самым точным показателем его качеств, его культуры. Об этом тоже мы с вами уже говорили. Научное понятие культуры речи традиционно включает в себя три аспекта. О них вы можете прочитать во всех учебниках по культуре речи. Это такие аспекты, как коммуникативный, который подразумевает то, что речь является одним из способов видов коммуникации, и культура речи позволяет грамотно организовать общение людей. В чем еще польза этого явления понятия состоит? Вот при рассмотрении нормативного аспекта следует подчеркнуть, что культура речи предполагает знание, добровольное соблюдение всевозможных норм общения, а следовательно она способствует взаимопониманию между людьми. И, наконец, этический аспект. Он состоит в том, что культура речи предполагает уважительное отношение к собеседнику, искренность, добрый настрой и вежливость. Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, хочется больше мягкости, человечности, иногда терпимости, размышлений. Все это имеет отношение к этическому аспекту, к этике нашего взаимодействия. Ну, пожалуйста, попытайтесь представить, как можно продемонстрировать человеку уважительное отношение, доброжелательный настрой, ну, помимо традиционного использования и местоимения «вы», более вежливого, уважительного. Какие еще средства коммуникации этому способствуют? Весь рассмотренный материал убеждает нас в том, что умение общаться – это крайне сложное, но в то же время и необходимое умение. Многое оно подразумевает, а в то же время это умение можно и выработать. В обществе нет таких профессий, где не пригодилось бы владение словом. И многие профессии совершенно немыслимы без умения говорить, воздействовать на сердца и мысли людей, без искусства речи. Ну, к таковым относятся прежде всего, конечно, профессия учителя, педагога, но также психолога, наверное, вы скажете, политика, юриста, проповедника и многие другие. По мнению Алексея Алексеевича Левонтьева, известного психолога и психолингвиста, культура речевого поведения в целом – это способность быстро и правильно ориентироваться в условиях коммуникации, правильно планировать свою речь, выбирать и корректировать тему, содержание речи, находить адекватные, эффективные средства для передачи мыслей и обеспечивать обратную связь. То есть, культура речевого поведения подразумевает довольно сложные умения. В конце лекции я хотела бы попросить у вас также сформулировать собственное отношение к таким движениям, которые, с одной стороны, способствуют охранению норм литературного русского языка, но, с другой стороны, вызывают некоторое смущение или даже отторжение, неприятия. Это движение граммарнация и так называемые ее фикаторы. Является ли необходимой их борьба за речевую культуру? Можно ли говорить о речевой культуре иначе, не прибегая к таким агрессивным способам, как использование, например, нацистской символики в движении граммарнация и довольно грубых призывов, лозунгов представителей этого направления? Либо же вот такое упорное насаждение буквы и просвещение в этой области призыва к ее использованию. Также с применением некоторых довольно резких слоганов. Дело в том, что не существует такого строгого правила по применению буквы и тем не менее, конечно, она должна использоваться в определенных случаях. Во-первых, необходима она в тех ситуациях, когда возможно неверное понимание слов «все» или «все», совершенный или «совершенный». Ее применение совершенно необходимо в собственных именах, географических названиях, а также в пособиях для тех, кто обучается чтению, то есть пособиях для детей и для иностранцев и, конечно, в словарях и энциклопедиях. Ну, на мой взгляд, конечно, наиболее эффективными оказываются более мягкие способы просвещения. Именно стремление помогать, разбираться, подсказывать, пояснять, давать различные мнемонические техники запоминания. Ну, или, например, такой поэтический способ призыва культуре речи, культуре речевого поведения. Спасибо за внимание, всего доброго!